12 октября Путин прибыл с визитом в столицу Кыргызстана. И фактически вот в этом году это первая заграничная поездка, ну и первая заграничная поездка с момента того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. После того, как этот ордер был выдан, все говорили о том, что Путин закроется в бункере, будет бояться куда-либо выезжать, но тут, собственно говоря, вопросы безопасности внутри страны, ну не говоря уже о том, что когда он будет там выезжать или вылетать за рубеж. Что изменилось? Вот сейчас ведь это не первая, да, вот это первая заграничная поездка, далее он собирается в Китай, то есть какие-то определенные гарантии безопасности он получил, перестал бояться чего-то. Чем это продиктурно? Нет, здесь ничего не изменилось, потому что и та, и другая страна, это страны, которые не подписали римский статут и формально не обязаны ничего делать против Путина. И поэтому Путин не поедет в Армению, Путин побоялся поехать в страну НАТО Турцию, Путин побоялся поехать в ЮАР, которые ратифицировали римский статут, и которые прямо сказали, что они вынуждены будут исполнить, по крайней мере, формальности какие-то по его задержанию. И в этом смысле ничего не изменилось, просто Киргизстан не является, во-первых, значимой страной. Вообще этот визит, это такой дежурный визит, просто показать, что Путин может ехать куда-то за границу. Потому что, чтобы вы понимали, объем товарооборота с Киргизстаном 3 миллиарда долларов в год. С соседним Казахстаном 20, с Белоруссией 50, с Китаем 200. То есть 3 миллиарда – это очень маленькая цифра. Для Киргизстана это очень важная вещь, потому что для Киргизстана это 40% его внешней торговли вообще с миром совсем. То есть Российская Федерация на самом деле, а если посмотреть по конкретным вещам, по энергоносителям, то Российская Федерация чуть не на 80% обеспечивает потребности Киргизстана в энергоносителях и в каком-то сырье. То есть на самом деле это очень маленькая страна, экономически абсолютно незначимая, но для Путина важно было туда съездить именно накануне поездки в Китай. И сразу после того, как на прошлой неделе он открыл газовое сообщение между Казахстаном и Узбекистаном и Россией. То есть на самом деле Путин показывает Китаю и Турции, что Россия ослабла, но не собирается сдаваться без боя и не собирается уходить из без боя из тех стран Центральной Азии, которые она считала своей водчиной, потому что они принадлежали Советскому Союзу и потому что Россия там чувствовала себя абсолютно как у себя дома. И это больше такой показательный движок по отношению к Китаю именно накануне поездки в Китай. Потому что Китай организовывает сейчас саммит со странами Центральной Азии, с которыми у него огромная на самом деле программа инвестиционная, потому что Китай через них именно хочет запустить новый шелковый путь. Один поезд, который идет из Китая в Европу в обход, кстати, территории Российской Федерации. То есть для Путина все это было очень неприятно. Китай, кстати, в прошлом году уже начал геополитически обозначать свою доминанту в Центральной Азии. Он заявил о том, что он теперь является гарантом безопасности Казахстана. Си Цзиньпинь провел государственные визиты в Узбекистан и в Казахстан. Приезжал на саммит ШОС, куда Путин, кстати, не приезжал. Подожди, нет, Путин приезжал все-таки, но он там себя очень плохо чувствовал. Потому что и Китай, и Турция замещают Россию там, где она раньше чувствовала себя в одиночку самой главной страной. Так что это, в общем, такой дежурный визит. Вы знаете, вот как различные животные, волки, собаки, кошки, они метят территорию. Вот Путин съездил в Кыргызстан пометить территорию. Ничего больше. Ну, я знаю, традиционно вам задают вопрос о двойниках, да, и как часто их использует Путин. Так вот, в Кыргызстан, как считаете, оригинал отправят или двойника, и, ну, соответственно, Китай? Я считаю, что оригинал, потому что я, в общем, в двойники я верю. Но двойники – это тогда, когда есть опасность реальной безопасности Путина. То есть, вот когда там Мариуполь... Да, маркер того, когда вот встреча с людьми, вот тут те кадры, которые показывали из Дербента, а как раз у многих возникли вопросы, не актер ли там. Да, Махачкала, по-моему, не Дербент был, но не важно, там, в общем, Дагестан, да. Когда он ездил в Дагестан, для меня это абсолютно двойник. Вот это даже вопросов не возникает. Это самый Мариуполь, абсолютно двойник, даже вопросов не возникает. Вот, а я так думаю, что вот на таком уровне съездить за границу, там, в Китай и даже в Киргизию, это все-таки настоящий Путин съезд. Ну что ж, продолжаем следить за развитием событий. Сергей, благодарю вас, что находите время и возможность присоединяться к нашим стримам. Всегда вас рады видеть на канале сейчас. Взаимно, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok